С вами учебник «Вслух». География 9 класс. Тема урока «Развитие хозяйства». Что важно для успешного развития хозяйства? Изучение хозяйства показывает, за счёт чего существует человеческое общество и каждый из нас в отдельности. В XIX веке понятия хозяйства определяли как заведование, управление порядками и расходами по заведению, по заводу и прочему. То же означает и понятие экономика. Это слово образовано от греческого слова «ойкономики», буквально «искусство ведения домашнего хозяйства». В наши дни эти понятия используются в более широком смысле. Как обозначение сферы производства и потребления различных благ и услуг. Для успешного управления хозяйством нужно хорошо представлять, чем располагает страна, что есть в избытке, чего не хватает и как правильно распорядиться имеющимися экономическими ресурсами. Природно-ресурсный капитал растёт с открытием новых месторождений полезных ископаемых, введением в оборот новых угодий после орошения или осушения земель, или отвоевания суши у моря, например, марши в Нидерландах. По мере роста технического прогресса может стать ценным сырьём то, что ранее казалось отходами, например, нефелины для производства алюминия. Сто лет назад никто не задумывался о ценности рекреационных ресурсов, а о сельском туризме или экотуризме вообще никто не слышал. Человеческий капитал – главный ресурс формирования инновационной экономики, который часто рассматривают как важнейший фактор социально-экономического роста страны. При оценке человеческого капитала учитывают такие показатели, как уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни и её качество, состояние здоровья, ВВП на душу населения. Основной показатель развития человеческого капитала – индекс человеческого развития, ИЧР. Любое хозяйство – это система отношений людей и средств производства. Производственный капитал – материальные ресурсы, здания, сооружения, оборудование, инструменты, сырьё, материалы, энергия, лес и другое, имеющиеся в стране для развития её экономики. Давайте запомним, для успешного развития хозяйства важно эффективно управлять природно-ресурсным, человеческим и производственным капиталом. Как организовано хозяйство? Элементарные кирпичики экономики – это предприятия, заводы, фабрики, магазины, поликлиники, аэропорты и другое. Предприятия, производящие однородную продукцию или оказывающие однородные услуги, например, транспортные или медицинские, объединяются в отрасли. Набор отраслей составляет отраслевую структуру хозяйства, например, животноводство, цветная металлургия, нефтяная промышленность и так далее. Отраслевая структура постоянно изменяется. Доля одних отраслей уменьшается, других увеличивается. Отрасли, производящие исходную продукцию, объединяются в отраслевые комплексы, например, топливно-энергетический, агропромышленный, транспортный. В мире принято анализировать хозяйство с точки зрения видов экономической деятельности, например, добыча полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды и другое. Именно так публикуют статистические данные большинство крупных международных организаций. Виды экономической деятельности составляют функциональную структуру хозяйства. Размещение видов деятельности и отраслей хозяйства показывают на экономических картах Промышленные и транспортные узлы, города, дороги, сельскохозяйственные районы образуют территориальную структуру хозяйства. Одни территории с высокой концентрацией производства и населения, другие освоены слабо. Размещение производства зависит от многих факторов, и часто по его рисунку можно определить биографию экономического развития страны. Этапы исторического развития хозяйства отражают первичный, вторичный, третичный секторы экономики. Первичный и вторичный секторы включают отрасли производственной сферы, третичный – нематериальные услуги непроизводственной сферы. Вплоть до XIX века ведущую роль во всех странах мира играл первичный сектор, особенно сельское хозяйство. Но с конца XVIII века, время промышленной революции в Великобритании, начинается переход к крупному машинному производству, вторичный сектор, с использованием сначала угля и пара, а позднее – электричества и нефти. Начавшаяся с 50-х годов XX столетия научно-техническая революция, НТР, связана с использованием ядерной энергии, микроэлектроники и биотехнологии и принципиально новых технологических процессов. На первое место в отраслевой структуре передовых стран выходит сфера услуг, а первичный сектор сокращается. В XX веке начали выделять и четвертичный сектор, связанный с экономикой знаний, включающий производство и обработку информации. Это наука, проектно-конструкторские работы, переподготовка кадров и так далее. Значение этой сферы для развития современного общества становится определяющим. Давайте запомним, хозяйство любой страны имеет отраслевую, функциональную и территориальную структуру. Циклы Кондратьева Экономисты выделяют в промышленности исторические этапы, названные технологическими укладами или циклами Кондратьева. Русский ученый Кондратьев доказал, что развитие экономики происходит не в виде прямолинейного роста, а поэтапно, циклами, блоками. Выделение циклов связано с тем, что структура промышленности не остается неизменной. То одна, то другая отрасль выходит на первый план и тянет за собой все остальные отрасли. Ведущие отрасли промышленности определяют технический уровень развития хозяйства страны, способность ее к самостоятельному развитию. Отрасли каждого предыдущего цикла, даже будучи очень развитыми, рано или поздно вступают в полосу кризиса. Они вынуждены сокращать производство, менять его технологию или переносить его в другие районы из Западной Европы в развивающиеся страны. К примеру, текстильные и угольно-металлургические районы Западной Европы уже прошли через полосу кризиса и перестроили свое производство с переориентацией на другие отрасли. Продолжение следует...